По распоряжению главы города месяц назад были сформированы 13 мониторинговых групп. Они проверяли, куда абоненты Сочи водоканала сбрасывают свои стоки. Выяснилось, что несколько тысяч жилых домов курорта не подключены к канализационным коллекторам и не имеют локальных очистных сооружений. Всем нарушителям природоохранного законодательства были выданы предписания с требованием в 10-дневный срок исправить ситуацию. Повторные проверки показали, отреагировала лишь треть из них. Сегодня у нас порядка 500 объектов уже подключены к централизованной системе водоотведения. Сколько еще не подключены? Еще на сегодняшний момент из мониторинга порядка тысячи людей, которые мы обследовали, еще не подключены. Это большое количество наших горожан, которые нарушают природоохранное законодательство и которые, конечно, вредят нашему городу, вредят нашим жителям, потому что они нарушают экологию, вредят здоровью нашему. Они это понимают? К сожалению, очень маленькая активность у нас от населения идет, но мы на вчерашнем заседании приняли решение вместе с прокуратурой города. Значит, будем инициировать исковые требования, исковые заявления в отношении тех граждан, которые систематически не исполняют требования законодательства. Нарушители природоохранного законодательства ждут не только судебные издержки, но и крупные штрафы. Также по предписанию суда их дома будут отключены от водоснабжения. Все жилые и коммерческие объекты должны быть подключены к центральной или локальной канализации к середине мая.